Ученым всего мира уже долгие годы не дает покоя загадка известного кулона Тутанхамона, фараона Древнего Египта. Состав желтого стекла изучают десятки лет, строя многочисленные догадки о его возникновении. Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 14 веке до нашей эры. Его гробницу обнаружили в 1922 году. Помимо других украшений, в ней находился кулон, содержащий кусочек ливийского стекла. Ливийское стекло – это стеклообразная горная порода желтого или желто-зеленого цвета, которую регулярно находят в Ливийской пустыне. В ходе исследования 1996 года было выяснено, что осколки ливийского стекла были образованы около 29 миллионов лет назад. Состав естественного стекла включает в себя кварц, глинистые минералы, а также оксиды железа и титана. В ходе недавнего исследования ученые изучили образцы ливийского стекла, полученные от местных жителей. Они рассмотрели частицы под мощным микроскопом, который позволяет увидеть частицы в 20 тысячах раз меньше, чем толщина листа бумаги. Оказалось, что натуральное стекло образовалось из очень древних материалов внеземного происхождения. Этим материалом оказался оксид циркония. Он может образоваться только при температуре от 2250 градусов Цельсия и давлении около 130 тысяч атмосфер. Ученые считают, что такие условия могли быть созданы только при падении метеорита или взрыве атомной бомбы. Миллионы лет никаких бомб не существовало, поэтому вывод один – ливийское стекло образовалось и разлетелось на множество маленьких частей из-за инопланетного воздействия. Одна из распространенных теорий связывает его появление с метеоритным ударом на Землю.